Новости спорта на телеканале Пинск Больше половины первого тайма, возможно, в том числе и из-за жаркой погоды, соперники играли в невысоком темпе, при этом еще словно позабыв о том, что в футболе есть ворота. Сплеск активности случился на исходе получаса игры. Катализатором стал прорыв шитько справа фланга в штрафную площадь Пинчан. Казалось, хозяева сникнут от досады на какое-то время. Однако те, наоборот, прибавили в движении и создали еще два опасных момента в течение двух минут. То, что никак не получалось у гомельчан в концовке первого тайма, легко вышло в дебюте второго. Ближе к концу встречи хозяева стали больше заботиться о сохранении с трудом добытого перевеса. У волны же в позиционных атаках мало что получалось. Правда, соперник чуть было не подсобил. Чуть позже у белосиних был еще один шанс увести одну очко. Безвыигрышная серия Пинчан уже достигла пяти мячей. Набрано лишь одну очко из 15. Соперники в таблице уже прилично повыше, а те, что пониже, поджимают. На очереди домашние дерби с Барановичами. Приходите заниматься футболом мальчишки и девчонки. Детская спортивно-юношеская школа «Волна Пинск» при Ахадемии футбола проводит набор мальчиков и девочек 2014-2015 годов рождения в старшей группы для занятий футболом. Занимаясь футболом, ребята смогут поддерживать себя в тонусе, быть здоровыми и активными, иметь возможность участвовать в различных соревнованиях. Этот вид спорта помогает развитию личности, благодаря чему дети вырабатывают волю. Футбол – это отличный старт в социализации ребенка, умение добиваться своей цели, преодолевать поражение и идти вперед. К слову, а женский футбол является олимпийским видом спорта 1996 года. Более подробную информацию можно получить по номеру телефона 613382. Это были все актуальные новости спорта прошедшей недели. Всего доброго!